Доброе утро! Вы удивитесь, но психологи назвали пятницу вредной для здоровья. Все потому, что в этот день частенько давит груз накопившихся дел, а попытки быстрее справиться со всеми заботами негативно влияют на эмоциональное состояние. Людям, которые сильно устают, специалисты советуют не откладывать на пятницу важные дела. Это поможет провести выходные в хорошем настроении и с оптимизмом встретить новую рабочую неделю. Сегодня 23 апреля в студии Юлия Левштанова. Наше народное утро приготовило для вас много всего интересного. Не переключайтесь! Необычная коронация состоялась недавно в Японии. Там начальником отдела полиции стала кошка. Таким способом ее поощрили за спасение человека. Пожилой мужчина упал в канаву, а хвостатая героиня села рядом и не отрываясь смотрела на воду. Необычное поведение питомицы заметила ее хозяйка и вызвала спасателей. В качестве награды домашнему животному вручили грамоту и одели четвероногую в специальную форму. Правда, в новой должности кошка побыла всего один день. Хорошего помаленьку. Зато видео с этого праздника облетело весь мир и порадовало миллионы людей. А у нас на подходе рубрика «День в календаре». Она расскажет нам о событии, которым знаменит сегодняшний день. Драматург и поэт, гуманист и человек возрождения Уильям Шекспир считается великим англоязычным писателем, национальным поэтом Англии и одним из лучших драматургов мира. Его пьесы переведены на все основные языки и ставят чаще, чем произведения других авторов. А киностудии снимают картины по произведениям Шекспира, которые актуальны сегодня не менее, чем во времена автора. Уильям Шекспир родился 23 апреля 1564 года в Стратфорде на Эйвоне, Англия, в семье ремесленника. Отец его был перчаточником, пользовавшимся уважением в городе. Однажды отец даже был избран мэром. Уильям учился в грамматической школе, считавшейся одной из лучших. Основными предметами в ней были английский, латинский и древнегреческие языки. В 18 лет Шекспир женился на дочери соседа-помещика. Жена его была старше на 8 лет. В семье было трое детей. Затем Уильям перебрался в Лондон. Примерно в 1593 году вступил в театральную труппу, работая и как актер, и как режиссер, и как драматург. С 1590 по 1594 год Шекспиром созданы так называемые «ранние хроники». Исторические пьесы Ричард III, Генрих IV, комедии украшения с раптивой, комедии ошибок. Он пишет поэмы, сонеты, пьесы. Только сонетов в эти годы им написано более полутора сотен. С 1595 по 1600 годы Уильямом Шекспиром были написаны «Король Джон», Ричард II, «Два веронца», «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Венецианский купец». Этот период в творчестве Шекспира завершился поистине выдающимися комедиями. «Двенадцатая ночь», «Много шума из ничего», «Виндзорские проказницы». В начале 1600-х в творчестве Шекспира наступил перелом. Главным жанром для него становится трагедия. Он создает одни из лучших своих произведений. «Гамлет», «Отелла», «Король Лир», «Макбет». За свою творческую жизнь великий драматург написал 17 комедий, 11 трагедий, 5 поэм, более 150 сонетов и около 10 хроник. Вокруг имени Шекспира до сих пор много загадок и все еще не утихают споры о том, был ли он автором всех этих и других произведений. Вскоре по неизвестным причинам драматург уходит в отставку и возвращается из Лондона домой, где в кругу семьи и проводит свои последние годы жизни. Есть предположение, что Шекспир был в этот период болен. Его завещание, датированное 15 марта 1616 года, написано весьма неразборчиво. Скончался великий драматург в день своего рождения, 23 апреля 1616 года, в родном Стратфорде на Эйвоне. Согласно завещанию, его тело захоронено под алтарем местной церкви. Есть простой совет, который помогает мечтам быстрее сбываться. Оказывается, полезно представлять, что желаемое уже случилось. Только рисовать в голове такие картины нужно детально, со всеми подробностями. А еще, по мнению астрологов, многое зависит от того, как мы формулируем свои желания. Делать это тоже нужно правильно. Вселенная глуха к частице не. Поэтому, например, желание «не хочу болеть» лучше сформулировать «хочу быть здоровым». А теперь обратимся к астрологическому прогнозу и послушаем, какие рекомендации он приготовил сегодня для каждого знака зодиака. Овны. Гороскоп советует заняться вопросами сотрудничества и завязать партнерские отношения. Только не переоцените свои возможности, иначе влезете в конфликты. Все выполняйте в срок, никуда не опаздывайте. Не исключены вынужденные командировки. Тельцы. Сегодня действуйте не в одиночку, а коллективно. Командный дух поможет горы свернуть. А вот с бумажной волокитой пусть разбирается начальство. Отношения с родственниками могут усугубиться из-за вашей агрессивности. Спрячьте раздражительность. Близнецы. Вы можете заключить выгодный контракт или союз с романтическим оттенком. Главное, будьте увереннее и не снижайте планку. Удачно сложится путешествие, но в качестве инструмента для реализации своих целей никого не используйте. Раки. Можно таких дров наломать, что ими можно растопить огромную печку. Будьте эмоционально уравновешенными, чтобы не сжечь все вокруг. Особенно это касается отношений с близкими людьми, расположения которых вы так давно добивались. Львы. Необходимо сортировать прошлую и собирать новую информацию. Только не заройтесь в ней с головой, выбирайтесь на воздух. Какое-то поистине историческое для личной жизни событие пройдет вечером. Анализируя прошлое, удастся запланировать счастливое будущее. Девы. Вы будете озабочены не только своим финансовым положением, но и бытовыми вопросами. Но если погрузитесь в проблемы до дна, то яркие события и интересные встречи пройдут мимо. Полезно заниматься благотворительностью и помогать людям. Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как веселятся животные. Даже такие большие и серьезные, как на этом видео. В Челябинском зоопарке медведица Айриша открыла купальный сезон. Сотрудники учреждения первый раз за год наполнили бассейн, чтобы медведи могли порезвиться в воде. Судя по всему, такое развлечение косолапой очень понравилось. Она с удовольствием играет и наслаждается купанием. На очереди другие новости. Посмотрим, что еще интересного произошло у нас в стране. Роспотребнадзор обязал всех граждан, которые будут приезжать в Россию после 1 мая дважды сдавать тест на COVID-19. Соответствующее постановление главного государственно-санитарного врача и главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию России необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней, отмечается в документе. То 1 мая это требование будет действовать в отношении тех, кто вернется из Турции и Танзании. Между первым и вторым ПЦР тестированием должно пройти не менее суток. Страховые и социальные пенсии по инвалидности предлагается назначать автоматически, без заявок. Депутаты-сенаторы уже разработали соответствующий законопроект. Его рассмотрят на ближайших пленарных заседаниях Госдумы во втором чтении. Согласно новым правилам, после внесения данных в Федеральный реестр инвалидов они автоматически будут направляться в пенсионный фонд. На рассмотрение будет уходить около пяти дней, после чего человеку придет извещение о назначении пенсии, передает парламентская газета. В беззаявительном порядке также смогут предоставлять региональные социальные надбавки и досрочные пенсии, назначаемые по предложению органов службы занятости. ПФР будет обязан раз в три года уведомлять россиян по достижении ими возраста 45 лет о предполагаемом размере пенсии. Еще одна норма документа вводит презумпции согласия на увеличение пенсии. Прежде получателям выплат для этого было необходимо подавать соответствующие заявления. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил льготную ипотеку на строительство частных домов. Новое постановление включает в программу льготной семейной ипотеки возможность брать кредит под 6% на покупку земельных участков и строительство частных домов. Площадь, построенная в рамках программы частного жилья, по оценке Мишустина, может составить 2,8 миллионов квадратов. Кредит под 6% на срок до 30 лет будет выдаваться российским семьям, где в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй ребенок или последующие дети. Программа также распространяется на семьи с единственным ребенком, у которого есть инвалидность. Все члены семьи должны иметь российское гражданство. Обязательные условия для участия в программе – строительство дома – должны вести организации или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Самые важные события сегодняшнего дня для оставшихся знаков зодиака узнаем прямо сейчас. Не пропустите продолжение астрологического прогноза. Будет интересно. Весы. Следует продумывать каждое слово, чтобы не оступиться на ровном месте. Есть шанс вырулить на верную дорогу, сохранить бюджет и заключить перспективную сделку. Не бойтесь трудностей. Если вы будете настойчивы, то добьетесь нужных результатов. Скорпионы. Гороскоп рекомендует достойно принять перемены в рабочей сфере. Но делать это нужно сугубо лично и аккуратно. Никому не распространяйтесь о том, что планируете предпринять для карьерного роста. Дело не в завистниках, а в вашей поспешности. Стрельцы. Если будете рассчитывать только на свою яркую харизму и симпатичную мордашку, то ничего не добьетесь. Сегодня необходимо пустить в ход профессионализм и порядочность. Иного пути получить результат от своих действий нет. Козероги. Вас ждет трудный день, когда глоток весеннего воздуха покажется счастьем. Но это уже вечером, после изнурительной работы. Общаясь с коллегами или партнерами по бизнесу, ведите себя тактичнее. Обратите внимание на свое физическое здоровье. Водолеи. Необходимо каждое дело доводить до завершения. Если отточите все до совершенства, то еще раз убедитесь в своих колоссальных возможностях. Акцентируйтесь на взаимоотношениях с друзьями. Сегодня есть шанс помириться и укрепить связи. Рыбы. Вы будете отворачиваться от всего нового и непонятного. Это ошибочно. Так перемены не приблизить. Наоборот, широко раскройте глаза. Шагните вперед и не сомневайтесь в себе. Одиноким людям улыбнется судьба. Не исключена встреча с удивительным человеком. Что может быть лучше свежих овощей и зелени? Только овощи и зелень, выращенные своими руками. Кстати, для этого не обязательно обзаводиться собственным огородом. Натуральные витамины можно выращивать прямо в квартире. Круглый год подряд. Как? Сейчас расскажем. Доброе утро. Все мы знаем, что в ежедневном рационе обязательно должны быть фрукты, овощи и зелень. Они обеспечивают наш организм клетчаткой, витаминами и минералами. Лучше, если эти продукты будут натуральными, выращенным без нитратов. Но откуда взять такие в магазинах, спросите вы. А мы и не отправляем вас за покупками. Мы предлагаем вырастить витамины у себя на окне и наслаждаться ими круглый год. Балкон или подоконник – отличные варианты для домашнего мини-огорода. Здесь вполне комфортно всем растениям. Основные условия для их роста – почва, вода, свет и тепло. Роль грядок прекрасно могут сыграть пластиковые горшки или деревянные ящики на поддонах. Важно только оставлять на дне отверстие для слива воды. Что касается почвы, то ее можно купить в специализированном магазине. К выбору семян лучше подойти внимательно. Покупайте уже проверенные варианты тех сортов, которые хорошо растут дома. Да и в целом, прежде чем заняться балконным огородничеством, будет полезно посидеть на форумах и познакомиться с опытом других. Новичкам в саду в огородных делах специалисты советуют начинать с чего-нибудь попроще. Например, с выращивания зелени. Чтобы ускорить прорастание семян в почве, их следует предварительно выдержать в теплой мокрой салфетке в течение двух суток. Выселивать их надо в емкость высотой минимум 15 см. Но не заполняйте ее землей до краев. Оставьте пару сантиметров, чтобы при поливе вода не выливалась. Стоит учесть, что зелень быстро разрастается, поэтому слишком маленькие горшки брать не стоит. Итак, сначала выкладываем дренажный слой, наполняем выбранную емкость землей, увлажняем ее водой комнатной температуры и высеиваем семена. Дальше закрываем горшок полиэтиленовой пленкой или пакетом, чтобы добиться парникового эффекта. Ставим полученный результат в тепло. Как только появятся первые всходы, переставляем горшок на свет и не забываем поливать и рыхлить. Что может быть лучше, чем хрустеть свежими огурчиками или наслаждаться вкусом сочных помидоров, выращенных своими руками? Тем более, никаких особых секретов проращивания семян нет. Замачивать ничего не надо. Нужно просто посеять их в землю, полить и закрыть горшки пленкой, чтобы их содержимое быстрее проросло. Как только саженцы окрепнут, их можно пересаживать в емкость побольше. Но стоит обратить внимание на семена. Для выращивания на окне или на балконе выбирайте определенные сорта. Если речь идет об огурцах, в первую очередь сорт должен быть самоопыляемым. Есть, кстати, специальные сорта из серии для балкона. Поливать огурцы стоит теплой водой почти ежедневно. И обязательно нужна опора, по которой они будут плестись. При выборе семян помидоров самоопыляемость не важна. Выбирайте томаты, которые вырастают максимум до 40 сантиметров. Есть даже сорта, которые вырастают только до 20 сантиметров. Или остановитесь на черри. Плоды маленькие, сладкие, а урожай дают большой. Поливать помидорки надо осторожно, чтобы не залить. И еще важный момент. Томат должен получать равномерное освещение. Поэтому горшок нужно периодически поворачивать. Всю эту красоту можно выращивать на балконе или подоконнике. И круглый год есть свежие экологичные овощи и фрукты прямо с грядки. Попробуйте. Ваши родные скажут вам спасибо. Походы в музей необходимы для интеллектуального отдыха. Это не только источник знаний, опыта других эпох, но и новая грань эмоций и чувств. К тому же современные храмы искусств напоминают настоящие развлекательные комплексы, оборудованные новейшими мультимедийными технологиями. Прекрасный повод запланировать поход в музей. Возможно, и наш следующий сюжет поможет вам ускорить это решение. Доброе утро. Мы по-прежнему продолжаем разговор о творчестве Степана Дмитриевича Эрзи на постоянной экспозиции его произведения в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени Эрзи. 13 мая сего года состоится очень большое событие. Мы будем отмечать 800-летие со дня рождения великого князя Александра Невского, святого праведника и полководца, не знавшего ни одного поражения в сражениях. Этот образ символизирует патриотизм русский, глубинную российскую душу, стойкость, героический характер. Все это ярко выражается в одном из шедеврей Степана Дмитриевича Эрзи – работе Александра Невского. Она была создана в 1931 году, когда Эрзи жил в далекой Аргентине уже почти 5 лет и стремился покорить и покорил такое могучее, фантазийное дерево, как кебрачо, как альгороба. И работа выполнена в дереве кебрачо. 30-е годы – это тяжелое время истории в мире, потому что назревала Вторая мировая война, потому что, в общем-то, и предполагалось, предощущалось уже Великое Отечественное. И Степан Дмитриевич все это очень тонко чувствовал. Недаром к этому периоду времени, это 30-е и 40-е годы, он создает целую серию портретов выдающихся людей, перед которыми он преклоняется, перед их стойкостью, перед нестандартностью их личности и могучим характером. Это Лев Толстой, Людвиг Ван Бетховен, два портрета, которые находятся в коллекции Государственного русского музея в Санкт-Петербурге. Это Микеланджело и древнегреческий философ Сократ и так далее. И, конечно же, Александр Невский. Эрзи обращается и к историческому образу, реально существующему, конечно же, и к вымышленному. Он создает так называемый ретроспективный исторический портрет. И этот образ сочетает в себе и образ великого полководца, и в то же время святого праведного на Руси. Как Эрзи нам это передает в своем образе? Ну, во-первых, конечно же, своей характерной пластикой, которая основана на сотворчестве с природой. Когда реально проработанные детали дерева, они гармонично сплавляются с естественной фактурой и текстурой дерева. И вот обратите внимание, верхняя часть лица только проработана в портрете. Мужественные черты, зоркий взгляд глаз из-под нависших суровых бровей, островерхий древнерусский шлем, окладистая длинная борода, хоругвий или плащ взметнулся над Александром Невским. Вот все это вместе вплавлено в единое такое движение мощное, которое мы ощущаем в работе. И движение это настолько сильное, поступательное вперед, которое как раз и отражает яркие черты российского характера, что даже хочется немножечко посторониться, потому что вот-вот работа пролетит мимо нас в таком вихре большой мощной энергетики, заложенной в нее великим мастером. Недавний опрос показал, что жителей России лучше всего успокаивает мурчание котов и звуки прибоя. Море мы вам не обещаем, а вот порцию умиления всегда пожалуйста. В эту пятницу участником нашего конкурса «Мой ласковый и нежный зверь» стал Каспер, или как ласково называют его домашние – Кася. Этот молодой кот два года назад получил серьезную черепно-мозговую травму. Сейчас он не слышит, не видит, у него нет зубов и зашит язык. Малыша взяла к себе его нынешняя хозяйка Ольга Тарасова, подарив ему бесконечную любовь и заботу. Она называет кота «Мой личный белый медведь». Кася расцвел, он счастлив, ориентируется в квартире на пять с плюсом, играет с веревками так, что только успею уворачиваться. А еще этот красавец – чемпион по кошачьему виду спорта – бег-лежа. Любит скакать по дивану на пузе, как тюлень. У вас тоже есть возможность сделать своих домашних животных знаменитыми. Присылайте их фото или видео нам по адресу, который указан на экране. Сделать это также можно через группы НТМ в соцсетях – ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники и Фейсбук. Мы рады всем и каждому. Обязательно покажем ваших питомцев в эфире нашей программы. Слово «пятница» даже звучит приятно. Впереди два дня, когда можно расслабиться и позволить тебе не думать о будничных заботах. Желаем вам чудесно провести предстоящие субботу и воскресенье и с легкостью справиться с домашними делами. Я, Юлия Левштанова, прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!